Друзья, на самом деле это один из самых массовых ударов в ИСУ. За всю войну, так сообщают все медиа, в армейских грузовиках, сожженных в колонне под Курска, могло быть более сотни солдат. В ИСУ продвигались в Курской области, ночью российские военную колонну сожгли 8 километров от Рыльска. И, по сути, за вчерашний день украинские солдаты приблизились к Курску на 30 километров, а там и Курская атомная электростанция. Блонберг пишет, что российская разведка знала о готовящемся нападении на Курскую область, но начальник гельштаба Валерий Герасимов не сообщил ничего Путину лично. В ИСУ прорвали две линии фортификации в Курской области, которые обошлись российским налогоплательщикам в 15 миллиардов рублей. Третьей линии просто нет. О том, как сожгли колонну военной российской техники вместе с живой силой вооруженной силы Украины сегодня ночью, и о захвате Курской области, все это мы обсудим с известным правозащитником Владимиром Васечкиным. Владимир, приветствую вас. Да, приветствую, Даша. Спасибо за приглашение и приветствую всех наших уважаемых подписчиков и зрителей. Уважаемая аудитория, мы традиционно просим вас, пожалуйста, поставьте лайк этому видео, подпишитесь на все социальные сети, YouTube-каналы, ГУЛАГу.нет, это очень важно. Обязательно на Владимира Осечкина, потому что его правозащитная деятельность очень важна. Подпишитесь, пожалуйста, на мой канал, да счастливо. И, конечно же, напишите несколько теплых слов в поддержку Украины, в поддержку ГУЛАГу.нет и в поддержку Владимира. Ссылка будет в описании. Владимир, как вообще вы оцениваете действия ВСУ в Курской области и особенно реакцию Кремля? Путина, Герасимова, Бортникова, Патрушева, всех, кто там был? Ну, что касается ВСУ, это очевидная их стратегическая, тактическая победа. Никто этого не ждал. Генштаб занимался в это время какими-то разборками и распределением очередного гособоронзаказа и распределением новых полномочий между назначенным новым министром обороны и тем, что курирует, контролирует Герасимов. Герасимов также занимался решением своих личных шкурных вопросов с тем, чтобы избежать уголовной ответственности за целый ряд деяний, которым он причастен. Они пытались... Ну, то есть там происходит решение вопросов, которые мало имеют отношения к линии фронта. Но вот, собственно говоря, проигнорировали донесения, спецдонесения военной разведки, предупреждения ФСБ и получили то, что получили. На бумагах там все было отлично. ФСБ стоит, военные стоят, Ахмат стоит даже, да. Буквально несколько недель назад там были ролики из того региона, где кадыровцы пляшут лесгинку, дорогие внедорожники, какие-то иностранные пистолеты скорострельные, ну и так далее. А потом Аптий Аладдинов рассказывает нам вот какую-то вот эту билиберду, что-то несвязанное, что они стояли, но их обошли по лесу. Значит, сначала их обошли по лесу, потом к ним приехали на танках и их разобрали. Ну вот так вот все. Там вторая армия мира там или там какая. Ну вот мы видим средний офицерский состав, руководящий состав, кто руководит российской армией. И вот такие вот академики делают так, что колонны заходят в села, прячутся за домами местных жителей, стоят кучей. Солдат держат в кунгах, не давая им возможности даже каким-то образом себя обезопасить. Скопление грузовик к грузовику. Ну идеальная цель для наведения Хаймерса. Вот то, что они сделали. Угробили более ста своих же собственных граждан. Что можно сказать? Это очевидный провал. Провал за провалом. Уже два дня такого несмываемого позора. Я думаю, что это такой большой черный лебедь. Или даже после того, что мы увидели с разгромом колонны, это такая уже косяк этих лебедей черных, которые летят в кабинет к Валерию Герасимову. И наши источники подтверждают, что в отношении него и целого ряда его подчиненных сейчас идут процессуальные доследственные проверки, которые вполне могут закончиться и в скором времени, и его отставкой, и возбуждением целого ряда уголовных дел. Посмотрим, поживем, увидим, как это будет развиваться. Все-таки там все смотрят в рот диктатору, что диктатор скажет. Но, по крайней мере, материалы там накоплены были и ранее по коррупционным схемам. И, конечно, вот этот ряд очевидных просчетов и ошибок тактических и стратегических, которые привели к гибели большого количества и среди населения, и, самое главное, среди военных. Потому что, конечно, вот эти грузовики, они полностью доверху забиты телами убитых солдат. Провал. Владимир, вы сказали действительно очень важную вещь. Я думаю, что таким инсайдом обладаете только вы. Еще раз, друзья, подпишитесь, пожалуйста, на YouTube-канал Гулага.нет, на всем Telegram-каналом, на другие все сети. Вы сказали, что Герасимов, ну, по сути, голова Герасима может пройти в плечи. То есть, вне зависимости от того, как закончится этот рейд вооруженности Украины и Курской области, возможно, что именно вследствие этих событий Герасимов потеряет свою должность. Правильно ли мы понимаем? Ну, единственное, сразу маленькая ремарка. Конечно, этот инсайд не только у нас. Информация есть у многих, просто вопрос лишь в том, кто ее готов публично озвучивать, кто не боится и у кого нет каких-либо там с ними совместных финансовых и иных интересов, потому что там, конечно, гигантские денежные потоки, поэтому многие, кто получает доступ к подобной информации и знает, что там происходит, они просто сейчас делают какие-то ставки, чьи-то акции падают, чьи-то растут на этом фоне, кого-то будут арестовывать и задерживать, кого-то отправлять в отставку, кто-то, наоборот, придет на место и нужно проталкивать своего человека с тем, чтобы он там помогал получать очередную там кормушку многомиллиардную из бюджета Российской Федерации. У нас финансовых интересов нет, мы за правду, поэтому то, что знаем, мы рассказываем. Да, юридически есть все основания для уголовного преследования начальника генштаба генерала Герасимова, они были и ранее, ему каким-то образом ФСБ его открышевало, ему помогли выйти сухим из воды, казалось бы, но сейчас у них с ФСБ дорожки очень серьезно разошлись. Во-первых, из-за всей этой ситуации целый ряд сотрудников ФСБ находятся уже в плену, это раз. Во-вторых, конечно же, погибло достаточно большое количество, в том числе сотрудников ФСБ. В-третьих, сейчас, наоборот, те, кто на стороне Герасимова, и кто вместе с ним осваивал бюджет России и единоросил кормушку, так же, как они это делали параллельно с командой Цаликова и Иванова, они сейчас в российских, в русскоговорящих телеграм-каналах проплачивают компанию с тем, чтобы все повесить именно на ФСБшников, что якобы это вот просчеты ФСБ, ошибка ФСБ и так далее. Но здесь не потому, что мне каким-то образом ФСБ ближе, чем Минобороны, в данном случае здесь там все это равно удалено. Вопрос в объективности. ФСБ в первую очередь должна заниматься безопасностью внутри страны, а именно Министерство обороны изначально должно не нападать на Украину, а должно защищать территорию России. И здесь кто запустил и допустил проникновение в Россию целого ряда подразделений, причем хорошо вооруженных, как мы видим по результатам их боев. Это, конечно же, главное управление Генштаба, это военная разведка, и это те подразделения Минобороны, которые там находились. Кто-то из них дрогнул, кто-то замедлился где-то в скорости, а кто-то просто халатно относился к этим спецдонесениям, думая. И более того, когда из ФСБ приходила информация, из погранслужбы в Минобороны и в Главное управление Генштаба, информация о том, что идет скопление, они переживают, что сейчас вот-вот-вот-вот произойдет. Позиция Герасимова и его ближайшего окружения была паникеры. Вы сейчас подыгрываете ВСУ, подыгрываете Киеву. Значит, это психологическая спецоперация для того, чтобы мы отвлекли какие-то свои подразделения, в том числе из-под Херсона. Десантно-штурмовые подразделения сейчас туда перебрасывают, в Курскую область и так далее. Все это делалось как раз... Не паникуйте, все будет хорошо, мы все контролируем. Ну вот мы все... Весь мир наблюдает за этим боевиком. Владимир, сейчас все обсуждают, что ВСУ находится в менее чем 30 килограмм, в километрах от Курской атомной электростанции, и многие эксперты, в том числе военные, считают, что одной из целью для обоженности Украины это контроль Курской атомной электростанции как противовес и возможность потом вести переговоры с Москвой. Но тут же появилась информация, что Кремль в срочном порядке отправляет из Африки частную военную компанию «Вагнер». И вот даже видео, Владимир, там огромное количество абсценной лексики, я покажу без слов, потому что там одни маты. Я так понимаю, источник это 13-й военкор, и сообщает, что вот частная военная компания «Вагнер» отправляется в Курскую область защищать область. Что по вашей информации, насколько это соответствует действительности? Ну, судя по тому, мы видим несколько персонажей, которые снимают все так, чтобы все не поняли, где они на самом деле находятся рядом с какой-то синей бочкой. Ну, это, мягко говоря, да, но не напоминает это то, что они уже приехали в Курскую область. Да, конечно же, ряд вагнеровцев, которые перешли под Ахмат, вот их сейчас в это пекло стараются под ВСУ засунуть. И здесь еще бабушка на двое сказала, для чего это делается. Есть одна из версий, одна из гипотез в следующем. Кого вагнеровцы так пытались 23-24 июня прошлого года найти, разыскать и каким-то образом жестоко наказать, может быть, даже там и убить? Они искали Герасимова. Они требовали, чтобы им отдали Герасимова, который им не выдавал боеприпасы, который их подставлял, и на который у них зуб. То есть они реально искали Герасимова. И для Герасимова они представляют физически большую опасность. Именно поэтому и Герасимов был одним из тех бенефициаров, которые принимали участие в подготовке и в реализации спецоперации по устранению, по ликвидации Пригожина, Уткина и Чекалина. 23 августа прошлого года как раз вот скоро будет годовщина с момента падения Эмбраера вместе с останками после взрыва. И, конечно же, Герасимов делал все возможное, чтобы обескровить чувака Вагнера, чтобы уничтожить эту группировку, которая фактически хотела физически уничтожить его. Именно поэтому и его генералы делали все возможное, чтобы хотя бы какую-то часть вагнеровцев растащить по разным подразделениям, чтобы этой боевой единицы больше не существовало. Именно поэтому была достигнута совместная договоренность и с Ахматом, и с Кадыровым, что они под Ахмат забирают несколько штурмовых отрядов ЧВК «Вагнер». И того же самого Александра Кузнецова с позывным «Ратибор», который еще в прошлом году при живом Уткине и Пригожине записывал там какие-то унижающие кадыровцев видео, называя их тикток войсками и ставя на место того же Деремханова, что он должен как депутат заниматься депутатской деятельностью и не лезть в боевые действия. Потом мы увидели, как тот же самый Кузнецов, сильно похудевший, побледневший, сидит рядом с одним из кадыровцев и на «вы» его называет по имени-отчеству, а тот ему тыкает. И там все резко поменялось в этой системе табели о рангах. Но тем не менее, вот несколько сот таких приверженцев идеи ЧВК «Вагнера» и Пригожина и Уткина, они остаются. И я допускаю, что это как раз один из способов отправить в пекло и уничтожить вагнеровцев. Потому что многие из них отказались работать под командованием Герасимова, который, как известно, возглавляет объединенную группировку войск и руководит генеральным штабом. Кто-то из них уезжал в Африку, кто-то по-другому занимал себя. Но вот сейчас как раз у них повод. Они в Москве хотят бросить вагнеровцев в этот самый бой. При этом непонятно, какое вообще количество из них готово на это, потому что большая часть уехавших в Африку, они уехали не потому, что они даже Герасимова не уважают, а потому что они реально понимают, что гораздо проще сражаться с какими-то там туарегами, с племенами, у которых по руках там берданка, автомат и максимум там несколько гранатометов, нежели воевать с ВСУ, которые экипированы по последнему слову технике, вооружены до зубов и поддерживаются активно блоком НАТО. Вот и все. Может быть, это сейчас такая мясорубка, которая должна переживать останки ЧВК «Вагнер». и с тем, чтобы годовщине с Пригожным-Суткиным уже с ним было покончено. Может быть, в этом стратегия, посмотрим, как будут развиваться события, но в любом случае часть вагнеровцев уже никогда не вернутся обратно, дважды в одну и ту же реку не войдут. Плюс, давайте вспомним историю, несколько недель назад те же самые туареги разложили два отделения 13-го штурмового отряда, там тоже погибло большое количество вагнеровцев. Так что думать о том, что того боевого подразделения, которое навело ужас на Кремль, как в прошлом году, его просто не существует. У них забрали тяжелое вооружение, их раскидали кто-то в Росгвардию, кто-то в Ахмат, кто-то в Чай и так далее. Это все бравада, это все попытка контратаковать, потому что в российской пропаганде очень много уделяется времени и описания тому, что еще какие-то отдельные спецподразделения сил специальных психологических операций, то ли ВСУ, то ли ГУР, сейчас работают по этой тематике, и вот им они пытаются противопоставлять это все вот этой вот синей бочкой и несколько людей в панамках и в военной форме, которые что-то там обрывчато записывают, что, конечно же, никаким образом не может опровергнуть вот этих вот жутких кадров, когда там эти кунги забиты доверху телами. Какая там может быть бравада? Понятно, что сейчас война перешла совсем в другую плоскость. То есть Путин еще несколько недель назад навязывал, пытался навязать Украине через целый ряд посредников, заморозку вооруженного конфликта, войны по линии фронта, понимая прекрасно, что он при этом оттяпает, не знаю, там 15-20% территории чужого государства, которое ему вообще не принадлежит, он к этому не имеет никакого там ни морального, ни юридического права и отношения. А сейчас ситуация поменялась. Сейчас уже сотни квадратных километров под контролем ВСУ, и вряд ли сейчас тот же самый Путин, когда ему звонят эти самые там посредники из разных стран и говорят, ну что, замораживаем, предлагаем какой-то план. Но вот что сейчас он может сказать? Как он может сам себе отпилить ногу или отдать часть Курской области для того, чтобы там образовалась, условно, Курская народная республика? Поэтому здесь все зеркально. Для Украины, конечно, важно было перехватить инициативу, и на самом деле они это сделали. И сделали совершенно неожиданно. Их ждали в одном месте, они пришли в другое место, и сейчас в целом театр военных действий резко меняется, и тому же Герасиму сейчас уже приходится целый ряд подразделений оттягивать с других фронтов Курской области. Владимир, еще хотел с вами обсудить момент, что огромное количество строчников на самом деле сегодня в плену, и все обсуждают именно тот факт, что Россия отправила защищать Курскую область срочников. Они сдаются, и огромное количество видео появляется, как срочники российские сдаются в плен. Как вообще вы оцениваете именно этот факт? Ну, они говорили, что не собираются их использовать, срочников в боевых действиях в войне, но вот мы видим, что очередной обман. Опасный участок, но решили ими заткнуть. Их не пожалели. Как к этому относиться? Ну, в целом, это бесчеловечный режим, который не жалеет ни украинцев, ни россиян, ни своих собственных граждан. Там наверху, я не знаю, там, бесы, дьяволы, черти, как их можно назвать. Но явно люди, которые не думают о других, эгоисты, причем думают о своих именно меркантильных интересах, а не о жизнях людей. Их время заканчивается, их время подходит к концу, очевидно. И теперь это даже очевидно и жителям Курской области, и огромному количеству жителей в других регионах. И в целом, это, конечно, спецоперация ВСУ в Курской области, она, конечно, эти бои очень намного заставили россиян смотреть иначе и по-другому. Что одно дело смотреть по телевизору, как где-то там в другом государстве происходит война, где-то какие-то люди из другого государства, из другой страны, которых вроде недавно так называли братьями или друзьями, остаются без крова. И вдруг теперь то же самое происходит у них под боком вот здесь, в нескольких ста километрах от Москвы. Конечно, это по ним бьет. По ФСБшникам, когда такое количество сотрудников ФСБ попадало в плен куда-то там, ведь только-только своих не бросаем, вытащили путем неимоверного обмена Вадима Красикова, ФСБшника, показали всем. И тут же мы видим, что самых обычных погранцов ФСБшников берут в плен, они там с белым флагом по команде ложатся на живот, руки за спину, все это. Это, конечно, удар, очень мощный удар. И с точки зрения там обмена, я думаю, что это тоже будет иметь огромное значение. Уважаемая аудитория, еще раз спросим вас традиционно поставьте лайк этому видео, напишите в комментариях, что вы думаете об этой ситуации. И подпишитесь, пожалуйста, на YouTube-канал Гулагу.нет, на Telegram-канал Гулагу.нет и подпишитесь, пожалуйста, на мой YouTube-канал. Все ссылки будут в описании обязательно. Владимир, вот уже Рамзан Кадыров заговорил, вот его первое заявление, подождите 2-3 дня, будут хорошие результаты. Кадыров прокомментировал ситуацию в Курской области. Я так понимаю, что кадыровцы будут теперь принимать мощное участие, в том числе, как и срочники. Вот по вашему мнению, какую роль должны сыграть Апти Алаудинов, который случайно разминутся с ВСО. Теперь уже Рамзан заговорил. Вообще нужно отметить, что августы, витамины, они позитивно с солнцем сказались на кадыровцах. У них такой позитивный настрой. Апти Алаудинов применил эпитет буквально вот в этой речи, где он там в каске, он рассказывает, что они так хорошо вошли вглубь. То есть он оценил со словом «хорошо» вход в ССО. Но еще раз, может быть, это персики, виноград созрели, там солнце, вот на позитиве, значит, у Кадырова сейчас там через 2-3 дня будут хорошие новости. Но если, конечно, серьезно, если без какого-то легкой иронии или сарказма над этими персонажами, то мне бы хотелось посмотреть, как бы Кадыров сказал что-то там про хорошие новости семьям погибших в этих кунгах, в этой колонне солдат, которых просто погрузили как скот, которых везли как на убой, и которых, собственно говоря, и поставили на обочинах, даже без какого-то там расстояния друг от друга, по 3-4 грузовика, более там 300 военнослужащих скопления и вот этот удар Хаймерса. Кто-то говорит, что там одни источники говорят, что более 100 погибших, другие говорят, что более уже 200. То есть там счет идет на какое-то большое количество. Поэтому что там Кадыров в этих условиях может сказать, какие могут быть хорошие новости? Хорошая новость может быть для всех только одна, единственная, скорейшее прекращение боевых действий и начало мирных переговоров с тем, чтобы российские войска вышли с территории Украины, а украинские с территории России. Вот тогда можно будет говорить о каком-то позитиве. Все остальное – это так или иначе продолжение убийств, продолжение боев, продолжение смертей. И ничего хорошего там быть не может по определению. Владимир, я подготовила для вас ролик. Ну, это женщина, я так понимаю, Курскобес. Как она реагирует на ситуацию? Буквально тут 25 секунд. Владимир, обратите внимание, несмотря на ситуацию в Курской области, единственное, что говорит эта женщина – Путин, помоги. И Путин помогает 100 долларов на каждую семью, которая пострадала в Курской области. 100 долларов, Владимир, я не знаю, как это комментировать, поэтому прошу вас прокомментировать. Ну, они в Москве, например, платят по 3 миллиона рублей за человеческую душу, за жизнь, склоняя к наемничеству, к отправке в зону боевых действий. У них даже есть приз-курант за ноги-руки. То есть там все, они как мясники действуют по приз-курантам, по расчетам, очень цинично. И все понятно. Те, кто готовы жизни ради Путина и его вот этой подлой войны отдавать, им миллионы обещают. Опять же, обещают. Обещают – это не значит выплачивать огромному количеству людей. Просто кинули, ничего не выплатили. А здесь вот, пожалуйста, возьмите эти там 10, 12, 13, 15 тысяч рублей, заткнитесь и молчите. Но что на эти деньги они там могут сейчас купить? Квартиру снять на одну, на две недели? А дальше что потом? Нет, в целом, при том, что они пытаются там в Кремле, в Москве надувать щеки по поводу того, что все хорошо, мы держимся, экономика прочная, они реально дышат наладом. И вот это вот, это из последних сил они там пытаются в долг взять какое-то количество еще человеческих жизней для отправки на войну. И одна из гипотез и версий, почему все-таки, а по одной версии это провал Герасимова, ну, очевидный. По второй, возможно, есть некая договоренность между Герасимовым и Путиным. Здесь уже, скажем так, это какая-то некая толика конспирологии, но тем не менее, вот как гипотеза, когда мы выстраиваем, прописываем возможные рабочие сценарии, нельзя исключать, что они могли быть на прямой связи и вполне они могли запустить на территорию ВСУ с тем, чтобы там произошло то, что сейчас мы видим, с тем, чтобы хотя бы это каким-то образом взбудоражило там спящую основную массу населения, настроило все-таки их и показало, что, ну, теперь-то точно, вот смотрите, НАТОвская техника, броневик какой-то там из Америки, Брэдли, вот смотрите на этих там двух или трех солдатах НАТОвская форма, ну все, вот теперь НАТО, НАТО пришла и напала. Возможно, один из таких крайних ультра-сценариев, что это было как бы сделано преднамеренно с тем, чтобы дальше уже иметь возможности и основания объявить войну, широкую мобилизацию, военное положение и так далее. Но это лишь одна из гипотез, ничем сегодня не подтверждена, кроме нашей аналитики и предположения, что может. То есть мы сейчас будем смотреть, как будут развиваться события по Герасиму. Если его в ближайшее время отправят в отставку, а может быть задержат и припроводят в одну из камер генеральского продового Сизоли Фортова, ну значит, видимо, вот наши источники оказались правы. Если этого не произойдет, он будет оставаться еще какое-то количество месяцев у руля, значит, получается, что Путин согласен с тем, как он ведет дела, как он планирует, и значит, это было так или иначе там по согласию с диктатором. В принципе, человек, который мог взрывать дома в своей стране, чтобы прийти к власти, а про затонувшую с подводниками подводную лодку «Курск», кстати говоря, сказать лишь «она утонула» и каким-то садинским образом ухмыльнуться, ну, нечему здесь удивляться, я уже как бы лимит на какую-то бесовщину, он, видимо, безлимитный, бездонная бочка вот этого зла Путина почему-то. Обратите внимание, уважаемая аудитория, впервые в нашей программе, Владимир впервые за очень долгое время, впервые позволил себе высказать одну конспирологию, и, кстати, я прошу вас поддержите, нам интересно ваше мнение, и действительно, потому что есть две версии, какую вы рассматриваете, нам это очень интересно. Владимир, вот вы абсолютно точно сказали, что это некие красные линии, которые были нарушены, и тут ключевой вопрос к вам. Вот сейчас все наши западные партнеры, Америка, даже Германия, Европейский Союз, высказали, что мы на стороне Украины, мы считаем, что она это делает в рамках защиты, защищая себя, поэтому мы полностью ее поддерживаем. Но вот по вашему мнению, может ли, и, кстати, об этом думают очень многие представители нашей аудитории, они задают вопрос, может ли Путин при таком сценарии применить тактическое ядерное оружие, или то, что делает Украина, она пытается показать Западу, посмотрите, вот мы нарушаем границы, а Путин тактическое ядерное оружие не применяет, поэтому Запад, уважаемый, тоже убери эти красные границы, позволь нам наносить удары по военным объектам, там, западным оружием. Вот давайте в эту тему с вами продвинемся. Путин человек сверхэмоциональный, он был очень сильно уязвлен, когда в мае прошлого года дроны атаковали Кремль, для него это было буквально унижение, потому что картинка облетела весь мир, и тогда вот в ночь с 3 на 4 мая они действительно приготовили различного рода изделия для атаки по Киеву, и выбирали лишь, каким из кинжалов, оснащенным ядерной боеголовкой или иным ударять. И это был первый раз, когда Россия применяла баллистические ракеты типа «Кинжал», атакуя Украину. Ну, благо дело, что там и внутри системы были адекватные люди, как минимум были, которые нам эту информацию передали, мы ее тогда в срочном порядке передали в Украину, и в ночь с 3 на 4 мая прошлого года впервые была сбита ракета «Кинжал» системы «Патриот». И наши источники нам рассказывали, что рассматривался сценарий применения тактического ядерного оружия. В какой момент и что выведет из себя Путина, и как он сейчас будет реагировать, непонятно, способен ли он творить зло? Да, безусловно, способен. Способен ли он все время применять все более страшное оружие? Ну, мы увидели, как просто удар каких-то дронов, которые, очевидно, в тот момент не были запущены с территории Украины, на тот момент не существовало никаких БПЛА, которые могли бы в тот момент долететь до Кремля и атаковать. Понятно, что все это запускалось с территории России, и кто-то его пытался к этому подтолкнуть, такие, видимо, ценители рубрики «Больше ада». Может быть, они, конечно, на это и пойдут, но, с другой стороны, есть Китай. И есть та самая красная линия. И для Китая, как для тех… Китай себя позиционирует в глазах Европы и США как владелец вот этого добермана или овчарки, или там стражевого пса, который держит Путина все-таки на строгом мошеннике. Допустить, что владелец вот этого, не знаю, там, бультерьера, питбуля спустит его и будет наблюдать, как тот бегает и всех кусает, и при этом думает, что он сохранит свой нормальный бизнес с Соединенными Штатами и с Европой. Ну, китайцы прекрасно понимают, что это будет глобальный обвал всего и всех договоренностей, и контрактов, и отношений. Поэтому нет. Я думаю, что Китай не позволит Путину ничего подобного сделать в обозримой перспективе. Но при этом, так как тот маньяк и иногда принимает именно эмоциональные решения, не задумываясь о перспективах, у него есть, скажем так, один из вариантов того, что он это применит, попытается, скажем так, применить. Но последствия, конечно, не заставят себя ждать. И те, кто его там до последнего поддерживает, и у него в том числе там закупает большое количество сырья и поставляет ему большое количество товаров, в один момент эти люди просто для него станут уже абонент, не абонент. А если Путина перестанут финансово поддерживать с точки зрения бизнеса Китай и Индия, ну, там все полетит окончательно в тартарары и сложится очень быстро, как карточный домик, как СССР в самом конце. Это последнее такое его укрепление и фундамент прочности его режима. Поэтому, но сможет ли он выстрелить сам себе там в ноги и в голову? Нет, он человек трусливый. Поэтому, скорее всего, 90-95%, если он будет мыслить рационально, он этого не сделает. Хотя мы видим изменения его психики и психологии, потому что, например, Путин, скажи Путину версии 2000-1999 года, что он когда-нибудь развяжет вот эту подлую войну, но он сам бы такому человеку, не знаю, плюнул бы в лицо, ударил бы его или застрелил бы. А нет, вот эти вот бесы, которые живут в красных кремлевских стенах, пропитанных кровью и смертью, и костями, вот они проникли в него и видоизменили его. Поэтому здесь нужно к нему относиться именно как к историческому маньяку, а не как к какому-то рациональному политику или стратегу. Владимир, ваши источники, информация ваших источников в Кремле практически подтверждается. Вот Блумберг, я буквально сейчас мониторю, Блумберг написал, что командующий российской армией Валерий Герасимов могут сделать виноваты после того, как украинские войска осуществили свое вторжение в Курскую область. Но все пишут, что Путин может это сделать не в кратковременной перспективе, а в долговременной перспективе. Вот это будет мой финальный вопрос. То есть все то, что произошло с Пригожиным, то есть когда Пригожина убили, кто бы это ни был, Путин поменял все руководство, сделал самые масштабные чистки только после своего переизбрания. И вот такое произошло сейчас движение ВСУ в Курской области. Означает ли это, что Путин, если и применит что-то, какие-то кадровые ротации, чистки, то через какое-то длительное время? Как вы считаете? Минализируя. Здесь есть баланс. С одной стороны, он понимает, если он оставит Герасимова у руля хотя бы на какое-то время, это приведет, конечно же, к подрыву окончательной его репутации как вменяемого управленца в глазах обычных военных. Ну, потому что у всех сейчас перед глазами вот эти вот видеокадры, сначала горящие, полыхающие ночью колонны, а потом дневной, там, утренней съемки, когда там сотни тел обезображенных лежат в разных естественных позах и так далее. То есть, если он его не отправляет в отставку и говорит норм, ок, ну, это все нормально, тогда, конечно, подрывается доверие в войсках. В первую очередь. Если он принимает подобное кадровое решение, тогда это означает, что на его кадровое решение могут напрямую влиять руководители ВСУ, украинской армии, что тоже его здесь ставит в какое-то уязвимое положение с точки зрения пиара. На мой взгляд, Герасимов однозначно сбитый летчик, по нему папки и так лежали, и ФСБ его крошевало, сейчас ФСБ отходит в сторону, крошевать его не будет, и дальше уже какую команду Путин даст, по нему такая, по нему и будет реализована. Ну, его песочные часы уже перевернули, они, там, большая часть уже внизу, сколько ему осталось, там, недель, дней или месяцев, ну, мы увидим. Я думаю, что до конца года уже по нему вопрос кадровый будет решен. Вопрос лишь в том, по нему пройдутся жестко и закончится все это дело тем, что он там станет сокамерником Тимура Иванова и будет проводить ставку Генштаба, знаете, как это, палата номер 6, где там три Наполеона. Ну, вот у них там уже, там, большое количество генералов в Лефортовском продвале, в принципе, там, они, там, не знаю, в тюремных двориках у них, там, совещания проходят, там, ставки и так далее, о чем они, там, по вечерам советуются, возможно, там, они же, Тимур Иванов, там, шапки коллекционировал, различные военные, там, наверное, там, из бумаги, там, тоже себе что-то делает в камере каких-то, там, гренадерских этих головных уборов. Значит, Шойгу, там, коллекционировал солдатиков. Я не знаю, что Герасимов лично коллекционировал, но, в общем, наверное, они все-таки как-то там подсоберутся все вместе и будут на каком-то зеленом, красивом автобусе возить на судебные процессы, потому что, теперь это не шутки, там, на самом деле, все серьезно. Следователи, по нашей информации, оперативники, установили уже целый ряд признаков именно 210-й статьи Уголовного кодекса. Это организованное преступное сообщество, потому что действовали они согласованно, они скоординированно единоросили бюджет России или там, пионерили. Поэтому, вполне возможно, что окажется и в застенках по целому ряду статей. Блестящий анализ, Владимир, как всегда, огромное количество новой инсайдерской информации, это очень ценно, уважаемая аудитория, цените Владимира Осечкина, прошу вас, пожалуйста, подпишитесь на YouTube-канал ГУЛАГУ.НЕТ, на Телеграм-канал, все ссылки будут в описании, обязательно в первом комментарии, подпишитесь на мой YouTube-канал ДАССЧЕСЛИВА, и напишите несколько теплых слов и, возможно, вопросов Владимиру. Может быть, мы в следующих стримах постараемся ответить, вот я, например, уже для себя в уме, держу вопрос, как ФСБ крышует Герасимова, но это будет предметом следующей беседы, предлагаю вам тоже поставить вопросы. Друзья, Владимир Осечкин, известный правозащитник, основатель организации ГУЛАГУ.НЕТ, которая делает очень важную миссию, Владимир, благодарю вас и, надеюсь, до скорой встречи. Спасибо вам за этот разговор и мирного неба над головой всем. Спасибо.